Комплексно в этом году подход, видение такое. Вячеслав Викторович решает вопрос по своему проекту 265 семей. 269 семей. Переселение это, конечно, впервые такой проект и очень важно. Но жители попросили, чтобы здесь, конечно, была хорошая поликлиника. Учитывая, что она разбросана в разных местах и все здания, я не знаю, слышно, скольки там лет, больше 60, практически они уже ни разу не ремонтировались, в тяжелейшем состоянии находятся. И, соответственно, здесь детская, там тоже поликлиника в разных местах находится. Мы сконцентрировались в одно место для того, чтобы для района было очень удобно. Учитывая, что здесь есть для общественного транспорта артерия, и это будет в одном месте очень хорошо. Дальше сейчас Михаил Александрович вместе с коллегами будет рассматривать. Мы здесь тоже будем планировать на месте тех домов, которые будут туда переселяться, место под рынок, продовольственный рынок. И постараемся тоже его, если у бизнеса будет желание, значит, возможность такую предоставим бизнесу, и такой разговор проводить. Если не будет, значит, мы найдем другие решения. Но обязательно здесь постараемся оживить возможности, оживить инфраструктуру. И, соответственно, еще есть задумки там и по обеспечению спортивными сооружениями, так как в этой части все-таки недостаточно еще спортивных сооружений. Если получится у нас там следовая площадка, следовая площадка и что-то другое, а будем смотреть другое. Но вот именно приблизить занятия сюда и, возможно, тоже занятия спортом. Вот такое комплексное рассмотрение. Плюс Михаил Александрович уже рассматривает программу обустройства мини-парковых зон здесь сделать. Для того, чтобы вся принадлежность наших школ, садиков, ну и места проживания людей, оно все-таки было комфортом. Как это мы год назад примерно делали в Кольцомольском поселке, это был комплексный подход, так и здесь. Поэтому, Александр, пожалуйста, еще добавить здесь. Ну, совершенно правильно, потому что у нас после того, когда поликлиника построена, весь персонал переселится в новую поликлинику, у нас подразумевается здесь на месте старой, прилегающей территории, разбивать марк. Вот здесь, да? Да. Который будет зонами отдыха, с ландшафтными решениями, с заполнительными парковочными местами. У нас в перспективе планируется соединение дороги между Московским шоссеем и Мало-Елшанским, вот за домом внизу. И у нас получается вот этот комплекс. В 2020 году получат новое пятно, развитие, с домом, с парковой зоной территории. Те дома, которые будут освобождены после переселения, мы планируем вот под место торговли, открытые сезонные, там, сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно-сельно. В районе 89-го школы это будет тоже мини-сельный скверик с посадкой спортивного объекта. И, конечно, как мы и говорили, продолжение работы по освещению, асфальтировке уже наших дорог, благоустройства, дворовые территории, дорог, это комплексный такой подход, обязательно просьба к вам, чтобы нам уже, как вы говорили, в сентябре закрыть помещение, соответствующие отделочные работы, параллельно уже Министерство здравоохранения идет по закупке оборудования, потому что здесь даже современное оборудование, тоже по штатам надо смотреть, чтобы кадры были. Все в комплексе, не просто открыть корпус, а открыть современный корпус с хорошими специалистами, те, кто есть, перейдут, соответственно, ну и добавить, если необходимо. Будем набирать его, ладно, специально. Ну, вот такой подход микрорайона. Самый главный темп и все, спасибо.